Асхат, ваше мнение о происходящих событиях в Белоруссии? Мое мнение, то что сейчас происходит в Белоруссии и в России, это то, что, ну так же и в Казахстане. Ну вот сейчас вот, если рассказать про Белоруссию, то я вижу то, что сейчас там происходит, это то, что народ устал от лжи одного человека, от диктатуры. И то, что граждане устали от того, что их обманывают, лгут. И то, что выборы прошли абсолютно нечестными, то, что выигравшая кандидат была запугана этим диктатором Лукашенко. И народ воспрял в поддержку своего кандидата. И сейчас в Белоруссии происходит то, что народ хочет сменить диктатуру на демократию. Поэтому я абсолютно поддерживаю то, что сейчас происходит в Белоруссии с маленькой оговоркой. То, чтобы уважаемые белорусы не применять силовые действия против своих правоохранительных систем. В любом случае, те, кто стоят за счетами, это такие же граждане Белоруссии, но, так скажем, забудшие. Поэтому, если вы хотите завтра победить окончательно Лукашенко и его диктаторскую систему, не применяйте силу. Все делайте мирно. И в любом случае, за народом, единственным источником является народ. Соответственно, вы в любом случае победите диктатора. Какие общие проблемы объединяет Белоруссию и Казахстан? Нас объединяет одно – это диктаторство. В Белоруссии есть диктатор и в Казахстане есть диктатор. Лукашенко правит 26 лет. В Казахстане Назарбаев правит 29 лет. Это наша общая проблема. Там, где в стране есть диктаторство, там нет закона. Поэтому нам надо не допустить, чтобы следующее поколение не пострадало от диктаторского режима. Поэтому мы должны взять все в свои руки и изменить нашу страну, наш Казахстан. Знак протеста о диктатуре. Какие действия должны предпринять казахстанцы? И что может нас объединить? Что должно быть нашим символом? В данном случае в Казахстане, чтобы казахстанцы объединились, я думаю, что нам нужно объединиться под одним флагом, флагом Казахстана. И те граждане, которые сейчас на данный момент не могут перейти рубеж своего страха, нужно сделать одно простое действие. Это если он живет в квартире, через окно вывесить флаг Казахстана. Если он живет в частном секторе, поставить флагшток любого размера, купить флаг, повесить также. Если у человека есть машина, он также может его установить в машине небольшой флаг. Если ходит по улице, он может пришить на рукавник флага, кепку, наклейку флага. И этим самым мы сейчас должны показать этому диктатору, этой системе Назарбаева, то, что мы против той системы, которую он образовал на протяжении 30 лет. Там, где есть диктатура, не может быть никакого закона. Мы это видим. Соответственно, все, что нам нужно, это объединиться. Объединиться и перестать бояться и действовать. Самое главное действие. Бишан, сіз мой шағдап қазыр барлық қазақстандықтарға, қалай осы шүрген диктатураға режимініңа қарсылық таынтып, ауыз біршікке келу керек. Не нәрсе символ болу керек? Символ боғанда қазақ халқына көктіс, өте жағын. Солшын, әр қазақ халқын айтарым. Аспанымызда яшық болсын. Және сол аспан түстез, онда бейнеленген біздің еркіндігімізді білдіртетін, қыранымыз және бүкіл қалыққа күн сейлап тұрған күніміз, білім сейлап тұрған күніміз. Сол сияқты әр санал адам, әр келер ұрпаққа мен күн сияқты болалам дейтін білімді азамат, саналы азаматтар еркіндігі бар екен білдіртіп, қыранда екен білдіртіп, көк байрақты әр адам, әр азамат өзінің күнділікті кейіп жерген кейіміне шаптап болмаса, түгі балыса, болмаса өзінің көлігі болса, көлігіне жабыстыр балыса белгіні, байрағымыздың белгісін. Және де өзінің жұмыс орнына, өзінің кабинеті дейміз ғой, сонда да сол көп байрағымыз тұрғаның қалайым, және әр адам, өкінші қорай, жеке баспанасы болмаса да, жалдаватқан өкінші қорай, өз даласында жалдаватқан пәтерлеріңіз бар, ғой, квартираларыңыз. Сол пәтердің самалдықтайымыз ғой, балқоны болмаса, терезесіне байрағымызды жел біреті бөліп қойғандарыңызды қалаймын. Еткені байрақ қазір баспасымызға бір партия ғыр, оның байрағын түгіп байрағын жасағанша, біздің келі де қасетті көп байрағымыз бар. Сол байрақ бәрімізді біріктірсін, сол байрақ жақын уақыттарда, алаңдарда жел біресін байрақтың асында біреге ек. Нұрбол, сіздің ойыңызша мұнау диктатураны бейбітшеру арқылы жиыңып, ертен қандай өзгерістерге келеміз, саясатымыз қандай болады? Қазіргі диктатуралың бейбіт митинг арқылы жиңгенін кейін елде парламенттік республика орнайды. Жаңадан сайлау өтіп, халық өзінің депутаттарын сайлайды. Депутаттар парламент көтеді. Әкімдерді қалық сайлайды. Сот жүйесі тәуелсіз болады. Бұндай жүйе демократиялық модель парламенттік республикаде баталады. Ақшы Еуропа мемлекеттерінде ол өзінің тиімділінің көрсетті. Бұндай сайлси жүйеді атқарушы, заң шығарушы, сот бейлігі бір-біріне тәуелсіз жұмыс дейді. Және бейлік халық бақлауында болады. Адам құғы бұндай мемлекеттер ең жоғарғы ешқандай замен шектелмейтін жоғарғы саныладың конституциял құқықтар болып санылады. Ең басысы парламенттік республикада халыққа тезісті реформалығы жасалады. Және ол төрт жыл үшінде жүзеге асыр алатын болады. Елді премьер-министр басқарады. Ол төрт жылға сайланады. Егер өзінің жұмысының премьер-министр жақсы орындамаса, парламент оны бірақ күнде отставкаға жүрелады. Ол осындай сәйлесі жүйесмен өте тейімді. Және диктатураның қайтадың пайда болуына мүмкіндік бермейді. Себебі соц жүйесі тәуелсіз, адқарушы бейлік тәуелсіз жұмыстейді. Және діңіз жүйесмен қайтады. Дзедар, скажите, пожалуйста, что такое мирные митинги и простой народ Беларуси, Казахстане и в ряде других стран путем этих мирных митингов? К чему стремятся и чего мы добиваемся? В первую очередь, я думаю, нужно понять, что мирные митинги – это нормально, на то, но и мирные. И практикуется во всех странах, где граждане хотят высказать свое мнение. Ненормально, когда власть не слышит свой народ, не хочет слышать свой народ и решать их проблемы, занимаются там вообще своими делами, думают только о своей голове, о своей семье, окружении. Поэтому диктатура никогда не имела будущее. Поэтому, если власть не заинтересована своим народом, их проблемами, мы требуем полной отставки этой власти. Как вы думаете, как можно побороть свой страх и выйти на мирные митинги? Во-первых, нужно понять, зачем вообще выходить на мирные митинги и что это такое, да? И если вы боитесь свободно выражать свои мысли, защищать свои права, это уже ненормально. Всевышним дано человеку свобода выбора, свобода слова. И никто не может нам этого запрещать, мыслить нас, никто не может ставить условия, ставить рамки. И если вы боитесь свободно говорить, что у нас в стране есть коррупция, что у нас в стране есть убийства и многие другие проблемы, да, то это значит, что мы живем в неправильной системе, в неправильной стране, и это нужно остановить. И нельзя ни в коем случае никогда бояться остановить то, что убивает, остановить то, что рушит страну, наше будущее. И нас на данный момент рушит режим Назарбаева. Диктаторы нескольких стран, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан объединились и устроили геноцид против нас. Распродают земли, коррупция процветает, убийства оппозиционеров и активных граждан, которые хотят свободно выражать свои мысли, говорить правду. И на данный момент я хочу сказать, что если мы будем продолжать бояться и прятаться и втихаря вот в своей компании, как говорится, говорить правду, а публично выступать, бояться, то тогда зачем вообще мы живем? У нас нет будущего. Зачем мы продолжаем размножаться, да, как говорится, устраивать свою жизнь, думать о будущем, строить карьеры? Для чего, если у нас наша власть, да, продолжает рушить нас, убивать же нас? Сейчас вот грядет, то есть распродажа земли прошла, сейчас путем коронавируса они истребляют народ, путем вакцины, это есть жидкий чип, чипируют нас, устанавливают 5G-антенны, вы знаете, какие там волны, влияния, переводят образование в онлайн режим, идут везде сокращения, кризис, продукты и медикаменты продолжают расти в ценах и другие-другие глобальные проблемы, экология и таки далее, полностью со всех сторон, все сферы у нас полностью уничтожаются. А вы, народ, продолжаете просто жаловаться у себя под носом, сидя дома, но предпринять какие-то действия боитесь. О чем это говорит? О том, что наша система за эти 30 лет добились чего хотели, зомбировали вас через телевидение, зомбировали ваше мышление, рабское мышление. Мы сейчас активные граждане Казахстана в лице Куча партии, в лице ДВК и вообще в лице тех граждан, которые не состоят никаких партий, но активно борются против гнилого режима. Хотим пробудить, разбудить наш народ, чтобы наконец-таки наши люди поняли, что кто мы есть на самом деле, что мы не рабы, что мы свободный народ, что у нас огромное богатство, это то, что мы есть у друг друга, это наша земля, которую наши предки защитили для нас своей кровью. И пробудить, достучаться, что люди, которые стремятся к справедливости, стремятся к той жизни, которая дана нам Богом, они непобедимы, потому что правда на нашей стороне, и сам Всевышний нас защищает, сопровождает, ведет нас. Поэтому, пожалуйста, уважаемые граждане Казахстана, никогда не критикуйте тех людей, которые борются за судьбу, за великую судьбу Казахстана. Просто сделайте все, что вы можете сделать. Скажите, пойдите соседу, что жил-добыл, герой дул, отагадил, убили его за то, что говорил правду о Назарбаеве. Расскажите про Жанаву Зен, расскажите про Мамбике, про Серику Разова, расскажите про события Беларуси. Просто задумайтесь, как Шал нас разрушил. И не думайте только о себе. Есть понятие, как гражданский долг. Подумайте о своих детях, в какой стране они будут жить. И не оставайтесь на стороне. Впервые за долгое время мы на пороге к той жизни, к которой стремились наши предки, наши родители. И сейчас мы этого добьемся. Это будет быстрее и без потери, если мы все объединимся под одним флагом, под нашим, под казахстанским брелептуэ. Пусть этот флаг будет нашим символом. И я прошу всех казахстанцев поднять этот флаг у себя дома, в квартирах, через балкон, через окна. Покажите, что вы с народом, что вы часть народа. Если есть у вас автомобили, прошу тоже установить флаг. И чтобы все видели, что вы часть истории. И если у вас есть возможность носить, наклеить на себя тоже наш символ, пусть он будет везде. И также прошу максимально стараться участвовать в политической жизни нашей страны. Наша власть добилась того, чтобы политика была запутанной, сложной, и чтобы мы, простой народ, в этом ничего не поняли. Но на самом деле политика есть наша жизнь обыденная, ежедневная. Все, что есть ежедневно, мы касаемся чего-то, каких-то сфер. Это и есть все политика. Поэтому я всех хочу попросить, кто есть в соцсетях, Facebook, Instagram, YouTube, неважно, пишите посты, говорите о политике, говорите о проблемах, которые существуют в ваших городах, с чем вы не согласны, и чтобы вы хотели извинить мнение о депутатах, о всех, и чтобы таким образом мы начали делать политику модой. модой этого века, этих дней. Поэтому, казахстанцы, мы вас всех очень любим. Мы ценим и дорожим каждому из вас. Техкана Аллах Казахстан.